Сиди в теле своей, вспомни день смерти, вообрази тогдашнее мертвое тело, представь крайность, в какой будет находиться тогда душа, и возболезнуй о том. Этим подкрепишь ты в себе презрение к суете, метущий мир, возгреешь любовь к смиренной избранной тобой доле своей, и возревнуешь неуклонно, неослабно пребывать в безмолвии своем. Вспомни и о теперешнем состоянии душ в Ааде. Подумай, каково им там, в каком они горьком молчании, в каком мучительном стенании, в каком страхе и замирании от ожидания страшного суда, каково их непрестанное раздирание душевное, каковы их безмерные слезы. Вспомни также и одни воскресения и предстания пред Богом, вообрази страшный и ужасом потрясающий тот суд, Выведи на среду, что ожидает там грешников, стыд перед лицем Бога и Христа его, пред ангелами, архангелами, властями и перед всеми людьми. Представь и все мучилища, огонь вечный, черви неусыпающего, цартор, тьму, над всем же этим скрежет зубов, страхи и мучительные страдания. Приведи также на мысли благо, отложенные праведным, дерзновенное освоение с Богом, Отцом и Христом его, с ангелами, архангелами, властями и со всем ликом святых, царство, сокровищами его, радость и наслаждение. То и другое приводи себе на память, и об участи грешников стинай плач, облекись в одежду сетывания, страшась как бы и самому не быть в числе их, А о благах, уготованных праведным, радуйся, ликуй и веселись. И этих благ старайся сподобиться, а тех мучений избежать. 10. Смотри же, никогда не забывай об этом, в келеве своей находишься или в негде, в памяти об этом не позволяй выходить из ума твоего, Чтоб хоть через это избежать тебе нечистых и пагубных помыслов. 10. Пощение у тебя да будет, сколько силы есть перед лицем Господа, оно очистит грехи твои беззакония, сделает душу степенную и важную, осветит ум, отгонит бесов, Бога приблизит. 11. Однажды, вкусивши в день, в другой раз не возжелай, чтобы не иметь многое иждивение и не возмутить ума своего. 12. От этого у тебя всегда будет, что употребить на дела благотворения и умертвятся страсти телесные. 13. Но если случатся, братья, и тебе нужно будет вкусить во второй и в третий раз, не мрачи лица своего и не посупляйся, но более радуйся, что мог послужить потребе братьей. 14. Почему во второй и в третий раз, вкушая, благодари Бога, что исполнил закон любви, и что потому уже самого Бога иметь будешь попечителем о твоей жизни? 15. Бывает, что иногда болезнь случится, и немощь телесная потребует вкусить дважды, трижды, даже и много раз. 16. Не смущайся помыслом, ибо нет необходимости телесные подвиги нашей жизни выдерживать строго и во время болезней, 17. Но в некоторых из них делать послабление, чтобы поскорее поправиться в здоровье и опять начать те же подвижнические труды. 18. Относительно того, от каких яств воздерживаете, Слово Божие ничего не возбранило есть, но изрекло, вот дал вам всякую зелень травную. 19. Едите, не сомневаясь. И еще, входящее в устанье скверняет человека. 20. И так воздерживаться от некоторых яств, да будет всегда делом нашего произволения и самоохотным подвигом души. 21. Спание на голой земле, бдение и все другие притруждения, выдерживаясь охотой, взирая на имеющую тебе открытие славу со всеми святыми. 21. Недостойные страдания нынешнего времени, сходящие открытие славой в нас, говорит апостол. 22. Когда станешь упадать духом, молись, как написано. 23. Но молись со страхом и трепетом, с болезнованием сердца, трезвенно и бодренно. 24. Так молиться должно особенно ради злобных и злокозненных невидимых врагов наших, которые всегда покушаются причинить нам помеху в этом деле. 24. Когда они увидят нас, стоящими на молитве, тогда и они проворно приступают к нам и влагают нам в ум то, о чем во время молитвы вспоминать или думать не должно, чтобы увесть пленникам наш ум и сделать бесплодными, тщетными и бесполезными наши моления и молитвы во время молитвословия. 25. Ибо тщетные и бесполезны молитва, моления и прошения, когда они, как сказано, совершаются ни со страхом и трепетом, ни с трезвением и бодренностью. 26. Если, приступая к царю-человеку, всякий излагает свое прошение со страхом и трепетом, и со всем вниманием, не тем ли более Богу, владыке всех и Христу, царю царствующих и Господу господствующих, подобным образом должно предстоять и таким же образом творить перед ним свои молитвы и моления? 27. Богу нашему слава во веки веков! Аминь! 28. Четвертое. Евагрия Монаха, 33 главы аналогий или уподоблений. Желтуха есть злое состояние души, в котором она неверно смотрит на Бога и на все сотворенное. Скорченность назад есть порог разумной природы, по которому она становится непреклонной на добродетель и боговедение. 29. Загангрение есть воспламенение и движение гнева, поражающее разумную часть души. 30. Слепота есть невежество ума, не прилагающего старания ни о деятельных добродетелях, ни о познании сущего. 31. Паралич есть неподвижность или труднодвижность разумной души на деятельные добродетели. 32. Паралич есть расслабление разумной души нерадением, в котором она обыкновенно отвергает словеса духовного научения. 33. А не менее есть разнеможение разумной части, по которому она отвергает добродетели, посредством которых воображается в нас Христос. 34. Проказа есть неверие разумной души, в котором она не удостоверяется, даже осязая как бы истину слов. 35. Обморок есть склонение разумной души опять на зло, после успехов в добродетели и боговедении. 36. Контузия есть злое состояние разумной души, в котором она держится добродетели не ради самого добра. 37. Насморк есть потеря добродетели, которая ощущалась в благоухании Христова. 38. Глухота есть ожесточение разумной души, по которому она отревает духовное научение. 39. Бельмой есть неиспадение из состояния духовного созерцания или усвоение себе неправильного воззрения, насущее. 39. Заикание есть болезнь разумной души, в которой она, соблазняясь случайностями, не может о всем благодарить Бога. 40. Хромота есть бессилие разумной души к совершению истинной добродетели. 41. Водяное есть неразумное совращение души с пути, когда по заглушению добродетелей господствует в ней зло и невежество. 41. Муравей есть деятельный человек в веки семь, приготовляющий себе пищу для будущего. 42. Хирогрилы – род свиней, сутнечистые язычники, принявшие заповеди Христа, Спасителя нашего. 43. Саранча – суть разумной души, которых не трогает смерть и которые питаются семенами, может быть, не боясь смерти, наслаждаются земными благами. 44. А скаловотис, род ящерицы, свободно бегающий по стенам и потолку, есть практический ум, который, опираясь на добродетели, витает в ведениях небесных сил. 45. Ски именно львов – львенок. Есть человек бесстрастный, восстарствовавший над бывшими в нем зверями, страстями. 46. Ковчег – есть человек, духовно исполненный в ведении и другим душам, благовествующий день, бывающий от умного солнца. 47. Олень – есть деятельный муж, который право правит беспорядочные помыслы своих. 48. Пиявка – есть нечистая сила, высасывающая из разумных душ кровь праведности. 49. Адам – есть тьма, неведение, покрывающая разумных тварь после потери ею и созерцания Бога. 50. Жена – есть безумие, ввергающее разумные души в нечистоту. 51. Земля – есть злое состояние, сложенное из нечестия и беззакония. 52. Огонь – есть зло, истребляющее в разумной твари добродетели Божии. 53. Вода – есть ложное знание, погашающее знание истинное. 53. Глаз насмешливый – есть нечистая сила, осмеивающая видение Бога, и бесчестящая мудрость Божию в сущем. 53. Вороны – суть святые силы, истребляющие зло. 53. В пропасти – суть разумные души, изрытые неведением и злом. 53. Орлята – суть святые силы, с которым верено поражать нечистых демонов. 54. Пятое – его же, Ивагрия Монаха, изречение о духовной жизни, по алфавиту. 54. Неуместно ищущими почестей бегать трудов, за которые честят. 55. Хочешь ли познать Бога – познай прежде себя самого. 56. Истинный друг – тот, кто спешит сообщить о радостных случаях. 56. Ни с чем не сообразно высоко о себе думать, делая низкие дела. 57. Во всяком самомнении мешает самопознанию. 57. Неразумной жизни демон и демон – правитель. 58. Благородство души обнаруживается в ее благонастроении. 58. Благочестив тот, кто себе не противоречит, живет сообразно требованием разумной природы. 59. Храм Божий – человек безукоризненный. 60. Злейшее стяжание – жизнь непотребная. 61. Говори, что должно и когда должно, и не услышишь, что не должно. 61. Лысшее стяжание – друг верный. 62. Болезнь души – нрав тщеславный. 63. Странник и бедный – Божий калурий. 63. Калурием помашь очи твои, да видишь. 63. Калурий – милосердование к нуждающимся. 64. Апокалипсис 3.18. Глазная мась. 64. Принимайся их, скоро прозрит. 64. И всем благотворить хорошо, особенно же тем, которые не могут воздать. 65. Риттер правдивый – стакан холодной воды. 66. Целомудрий и кротость души – херувим. 65. Честь в старости есть доказательство трудолюбия прежде старости. 66. Рачительность в юности есть залог чести в старости. 67. Светлица – мезонин души, истинное созерцание. 68. Любя, что не должно, не будешь любить, что должно. 69. Лучше принять золото поддельное, чем друга поддельного. 69. Душа чистая по Боге – Бог. 25. Горе от самолюбия, все ненавидящего. 69. Шестое. Его же другие изречения – начало любви, взаимное оказание чести или доброе друг о друге мнение, или предположение славных в другом достоинстве. 70. Хорошо богатеть кротостью и любовью. 71. Гордый помысл – веяло добродетели. 72. Путь ровным делается от милостыни. 73. Несправедливый судья – оскверненная совесть. 74. Срамно рабствовать плотским страстям. 75. Если хочешь быть без печали, старайся угодить Богу. 76. Кто хорошо о себе печется, о том печется и Бог. 76. Целомудренное сердце есть пристанище созерцаний. 76. Если хочешь узнать себя, кто ты, не смотри, каким ты был, но каким создан в начале. 76. Душа тщеславная, яма безводная. 76. Гордая душа есть в верте прозбойников, она не терпит гласоведения. 77. Злое заблуждение мужа истинного – не знать Писаний. 78. Боишься ли ты Бога? Познай из слез. 79. Смирение души есть оружие несокрушимое. 79. Муж добродетельный – есть райское дерево. 80. Иисус Христос есть древо жизни. 80. Пользуйся им, как должно, и не умрешь вовеки. 81. Благотвори истинно бедным и вкусишь Христа. 81. Вкушать тело Христово есть истинная сила. 82. Если любишь Христа, не забывай исполнять его заповеди. 82. Ибо отсюда познается, кто после Бога есть доброделатель. 83. Друг по Богу мед и молоко источает в словесах истины. 84. Душа неродивая не будет иметь такого друга. 85. Помысл славтолюбивый – жестокий деспот. 85. Умалчивать истину – значит золото зарывать в землю. 86. Бога, боящийся, все делает по Богу. 87. Об восьми помыслах к Анатолию. 87. Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. 88. Первый помысл – чревоугодие. 89. И после него – блуда. 89. Третий – серебролюбие. 89. Четвертый – печали. 89. Пятый – гнева. 89. Шестой – уныние. 90. Седьмой – тщеславие. 90. Восьмой – гордости. 90. Чтобы эти помыслы тревожили душу или не тревожили, это не зависит от нас. 90. Но чтобы они оставались в нас надолго или не оставались, чтобы приводили в движение страсти или не приводили, это зависит от нас. 90. Помысл чревоугодия предлагает монаху поскорее отступить от подвижничества, изображая ему болезни желудка, печени, селезенки, водяную или другую, какую долгую болезнь, скудость врачебных пособий и отсутствие врачей. 90. При этом приводит на память некоторых братьев, точно подвергавшихся таким болезням. 91. Бывает, что иногда враг внушает самим братьям, это пострадавшим, прийти к постникам и рассказать, что с ними было, прибавляя, что это случилось от слишком строгого воздержания. 91. Демон-блуда возбуждает плотскую похоть и наисильнейший нападает на воздержников, чтобы они прекратили воздержание, подумав, что от него нет им никакой пользы. 92. Оскверняя душу, он нудит ее и на таковые дела и делает, что она будет говорить и слышать некоторые слова, как бы дело само было перед глазами. 91. Сребролюбие предполагает долголетнюю старость. 92. Бессилие к рукоделию, голод болезни, прискорбность, скудости и то, как тяжело принимать от других нужные для телесных потребностей. 93. Печаль иногда случается по причине лишения того, что желательно, иногда же сопровождает гнев по причине лишения того, что желательно. 93. Она так случается. 94. Помыслы некоторые наперед приходят и приводят в душе на память дом родных и прежний образ жизни. 94. Когда увидят, что она не противоречит, а последует за ними и мысленно разливается в удовольствиях тех, 95. Тогда уже схватив ее, погружает в печаль. 95. И ради того, что нет предметов, и ради того, что и быть им невозможно по уставу ведомой жизни. 96. И бедная душа, чем увлеченнее разливалось в первых помыслах, тем более поражается и сокрушается вторыми. 96. Гнев есть страсть самая быстрая. 97. Он приходит в движение и воспламеняется против того, кто о неправдывал или кажется о неправдывавшим. 97. Он все более и более ожесточает душу, особенно во время молитвы похищает ум, представляя живо лицо опечалившее. 97. Бывает, что он иногда, закоснев в душе и изменившись по вражду, причиняет тревоги ночью, терзание тела, ужасы смерти, нападение ядовитых гадов и зверей. 97. Эти четыре явления, бывающие по образованию вражды, сопровождаются многими помыслами, как всякий наблюдатель найдет. 97. Бес уныния, которое называется также полуденным, тяжелее всех бесов, он приступает к монаху около четвертого часа по нашему десятого утра и кружит душу его часа до восьмого, второго по полудня. 97. И сначала заставляет с неудовольствием видеть, что солнце медленно движется или совсем не движется, и что день сделался будто пятидесятичасовым, потом понуждает его почасту посматривать в окно или даже выходить из кельи, взглянуть на солнце, чтобы узнать, сколько еще до девяти часов. 98. Причем не применит внушить ему поглядеть туда и сюда, нет ли кого из братьев. 99. Тут же он вызывает у него досаду на место и на самый род жизни и на рукоделье, прибавляя, что иссякла любовь у братьев и нет утешающего. 99. Если в те дни кто-нибудь оскорбил монаха, то и это припоминает демон к умножению досады. 99. Затем наводит его на желание других мест, в которых удобнее находить необходимое для удовлетворения потребностей, взявшись за мастерство, которое менее трудно, но более прибыльно. 99. К этому прибавляет, что не от места зависит угодить Господу, Богу, везде ему можно поклоняться. 99. Связывает с этим воспоминания о домашних и о прежнем довольствии. 99. А тут пророчит долгую жизнь, представляет труды подвижничества и всякие употребляет хитрости, чтобы монах, наконец, оставя келью, бежал в поприще. 99. За этим бесом другой не тотчас следует. 99. Но кто борется и победит, у того после подвига следует мирное некое состояние, и душа преисполняется неизреченную радостью. 99. Помысл тщеславия есть самый тонкий. 99. Он предстает перед тех, которые исправно живут, и начинает провозглашать их подвиги, собирать им дань похвалы у людей, представляя, как кричат изгоняемые бесы, как исцеляются жены, как толпы народа теснятся коснуться одежки его, предсказывает, наконец, ему и священство. 99. Приводит к дверям его и ищущих его, которые по причине отказа уводят его, связанного против воли. 99. И таким образом, возбудив в нем пустые надежды, отходит, оставляя далее искушать его, или бесу гордости, или бесу печали, который тотчас наводит ему помыслы, противоположные тем надеждам. 99. Бывает, что он и демон блуда передает этого незадолго перед всем досточтимого и святого Иерея. 99. Без гордости бывает причиной бедстведнейшего падения души. Он внушает ей не исповедать Бога помощникам себе, но самого себе приписывать свою исправность, и надыматься над братьями, как невеждами, потому что они не все так о ней думают. 99. За гордостью следует гнев и печаль, и последнее зло, иступление ума и бешенства, и видение многих в воздухе демонов. 99. Восьмое. Мысли его же, Евагрия Монаха, соединяемые статьей об восьми помыслах. 99. Есть пять дел, помощью которых снизкивается Божье благоволение. 99. Первое. Чистая молитва. 99. Второе. Пение псалмов. 99. Третье. Чтение Божественных Писаний. 99. Четвертое. Воспоминание с сокрушением о грехах своих, о смерти и страшном суде. 99. Пятое. Рукоделие. 100. Если хочешь в теле служить Богу, подобно бестелесным, старайся непрестанно иметь сокровенные в сердце твоем молитву. 100. Ибо этим образом душа твоя прежде еще смерти приблизится к подобию ангелам. 100. Как это тело наше по удалению души бывает мертвое и смрадно, так и душа, в которой не действует молитва, мертвое и смрадно. 100. Но что лишение молитвы должно считать горшим всякой смерти, этому явно учит нас пророк Даниил, который готов был выше умереть, нежели лишить себя молитвы в какой-либо час. 100. Бога надо вспоминать чаще, нежели дышать. 101. Ко всякому вдохновению прилагает трезвенное призывание имени Иисусова и помышление о смерти со смирением. 101. Оба эти действия великую и приносят пользу душе. 101. Хочешь ли быть познанным от Бога, сделай, чтоб ты, сколько можно, менее был известен людям. 101. Если будешь всегда помнить, что Бог есть зритель всего того, что ты не делаешь душой или телом, то ни в каком деле не погрешишь, и Бога будешь иметь сожителем себе. 102. Ничем столько человек не уподобляется Богу, как благотворением другим. 103. Но делая благодеяния, всячески опасаться должно, как бы не обратить их в промысл. 104. Бога достойным, наконец, сделает тебя то, если ты не делаешь ничего его недостойного. 105. Бога тогда преславно почтишь, когда посредством добродетели отпечатлеешь в душе твоей его подобие. 10. Люди делаются лучшими, когда приближаются к Богу. 10. Мудрый человек, Богу воздающий честь и поклонение, познан бывает от него. Потому немало не беспокоится, если остается в безвестности для всех людей. 10. Дело благоразумия состоит в том, чтоб ту часть души, в которой находится гнев, возбуждать к видению внутренней брани. 11. Дело мудрости в том, чтобы возбуждать ум к непрестанному внимательному бодрствованию. 12. Правды в том, чтобы ту часть, в которой положена похоть, направлять только к добродетели, да к Богу. 13. Мужество конец в том, чтобы править пятью чувствами и не допускать, чтобы через них осквернялся внутренний наш человек, то есть дух или внешний, то есть тело. 14. Душа есть субстанция живая, простая, бестелесная, невидимая для телесного зрения, также бессмертная и одаренная умом и разумом, что око в теле, то ум в душе. 15. Исущих под небесем разумных тварей, творений, одни борются, другие защищают, третий нападают. 15. Борются люди, защищают ангелы Божьи, нападают нечистые силы. 16. Но не по причине оскудения защищающих и не по преизбытку сил в нападающих, а по беспечности борющихся бывает, что познание вещей божественных и самого Бога в нас не водворяется. 16. Зло, собственно, не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, как мрак, не другое, что есть, как отсутствие света. 17. Малоосторожно и предусмотрительно бывает простота, и зла не подозревает тот, кто свободен и обезопасен от зла. 15. Поистине непотребство бестолково, и ничего не придумаешь, чем бы людей развратных можно было побудить, взяться за ум. 17. Чистые и облагодетельствованные души дивно зорки, и тотчас замечают дьявола и прогоняют. 18. Хотя он в ином очень хитр и в нападениях крайне злокознен. 19. Ничем так Бог не умилостивляется, как телесными самоозлоблениями. 20. Некто из святых отцов сказал, что кто не может восприять строгой и многотрудной жизни монашеской, тот другим способом может достигнуть спасения. 20. Если они будут иметь веру к монахам, их утешать и доставлять потребно им, то и это, между прочим, будет у них не из последних дел, ведущих ко спасению. 21. Проводя ночь в молитвенном труде, и душа твоя вскоре обретет утешение. 22. Чтением занимайся спокойным духом, чтобы ум твой непрестанно восхищаем был к созерцанию дивных дел Божиих, взимаемых как бы рукой, чьёю к нему простираемою. 23. Спание днем указывает на болезнь тела или на уныние души, или на ее беспечность, или на неопытность. 24. Всякая душа благодатью Духа Святого и собственным трудом и чтением может совокупить и сочетать в себе следующие качества. 25. Слово с умом, может быть, красноречие с образованием ума, деяние с созерцанием, добродетель с наукою, веру с познанием, свободным от всякого забвения, и при том так, что ни кое из них не будет ни больше, ни меньше другого, ибо тогда она бывает сосчитана с Богом истинным и благим, и только с Ним единым. 25. Есть восемь помыслов, от которых рождается всякий грех. У тех, которые ведут уединенную жизнь, помысл уныния, тщеславия, гордости, скупости, печали. А у тех, которые живут под начальством других в киновиях, чревоугодие, гнева и блуда. 26. Девятое. Наставление братьям, живущим в киновиях и странно приимницах. Страница 636. Писание Ивагрия Монаха. Первый том «Добротолюбие». 27. Наследники Божии, послушайте слово Бога. 28. Сонаследники Христовы, внемлите заповедям Христа. 29. Вера – начало любви. Конец же любви – ведение Бога. 30. Страх Божий хранит душу, трезвение же утверждает ее. 31. Терпение мужа рождает надежду, благая же надежда прославит его. 31. Кто в строгом подчинении держит плоть свою, тот достигнет бесстрастия. 32. Кто же питает ее, тот страдать будет из-за нее. 33. Дух блуда в телах невоздержных, дух же чистой стыдливости в душах воздержников. 34. Уединение с любовью очищает сердце. 35. Отдаление же от других с гневом возмущает его. 36. Лучше быть среди тысячей с любовью, чем одному скрываться в пещерах с ненавистью. 36. Кто питает злопамятство в душе своей, тот похож на скрывающего огонь в плевелах. 37. Не давай много пищи телу своему, и не увидишь во сне худых мечтаний. 38. Ибо как вода угошает огонь, так голод скверные мечты. 39. Муж гневливый, страшлив, а кроткий не боится страха. 40. Ветр сильный гонит облака, а злопамятство – доброе чувство из души. 40. Кто молится за врагов, тот не будет помнить зла. 41. И кто бережет язык, тот не оскорбит ближнего. 41. Если оскорбит тебя брат твой, введи его в дом твой, и к нему не поленись войти, и вкуси с ним хлеб твой. 42. И это, творяя, избавишь душу свою от мятежа, и не будет тебе притыкания во время молитвы. 43. Не приобретет богатый ведение, и верблюд не пройдет вы глины уши. 44. Но для бога ничего нет тут невозможного. 45. Кто любит деньги, не узрит ведение, и кто собирает их, омрачится невежеством. 46. В скиниях смиренных почивает Господь, в домах же гордых умножится проклятие. 47. Бесчестит бога, кто приступает закон его, кто же хранит его, тот прославляет творца своего. 48. Души праведных отводятся ангелами, а души злых берутся демонами. 49. Куда входит грех, туда и невежество. 50. С сердца же праведных исполнится ведение. 51. Лучше бедность с ведением, чем богатство с невежеством. 52. Высшее украшение главы корона, высшее украшение сердца – ведение Бога. 53. Кто милосерд к бедным, тот искореняет гнев, и питающий их исполнится благ. 53. Сердце кротком почивает премудрость. 54. Седалище бежи без страстия, душа добродеющая. 55. Кто часто молится, тот избежит искушения. 55. Сердце же нерадивого возьметут помыслы. 56. Не услаждайся вином и не приманить тебя плоть. 56. Не питай пространно плоть свою, и скверные помыслы оскудеют в тебе. 57. Не говори, ныне праздник Пасха. Выпью вина, или завтра Пятидесятница, поем мясо. 57. Для монахов нет праздника, чтобы наполнять чрево. 58. Пасха Христова – переход от греха к добродетели и покаяния. 59. Пятидесятница же – воскресение души. 60. Праздник Господень – забвение зол, помнящего же зло обымет плач. 61. Праздник Божий – истинное ведение. 61. Кто же внимает лжи и заблуждений, тот умрет дурною смертью. 62. Лучше пост с чистым сердцем, чем насыщение в нечистоте души. 63. Кто истребляет худые помыслы в сердце своем, тот подобен тому, кто издевает младенца о камень. 63. Монах сно любивый впадет во всякое зло, а любящий бдение воспарит, как птица. 63. Лучше – истинное ведение. 64. Монах сноち на «зъя»